Расскажите нам о том домике. Вы называете его синичник. Расскажите, почему это синичник, а не скворечник? Потому, что в нём живут синицы. Он изготовлен из сосны, экологически чистого материала. Дырочка сделана такого размера, чтобы в него могли проникать именно птицы-дуплогнёздники, то есть не большие птицы и не вредители, и самые главные хищники птиц, например, такие, как мыши лесные. Когда мы проводим исследования, птичка там заселяется, мы открываем, ведём учёт птенцов, насиженность яиц, проводим кольцевание птиц, если нам удаётся словить самку или самца, забираем яйца, которые не вылупились, проводим экологические исследования, они являются хорошими показателями вообще экологической обстановки города. Мы проверяем на содержание металлов, и в дальнейшем мы забираем гнёзда, которые уже птице не нужны, и исследуем энтомофауну. Эти домики служат очень долго на самом деле, они, даже если чуть-чуть посыреют, они сразу просыхают. Если человеческая деятельность не помешает им висеть, как часто мы сталкиваемся с такой проблемой, что люди срывают, люди залазят, мы даже клеим наклейки опасно, ударят током. В общем, спасаемся, как можем. И если люди не трогают, то они служат очень долго, может даже и десятилетия. Это птицы-дуплогнёзники, это мухоловки, синицы, горехвостки. Их отличие в том, что, да, они не имеют таких приспособлений, чтобы делать себе дупло, как, например, дятел, который благодаря носу может себе создать, и они занимают уже готовые ниши. Человеческая деятельность очень сильно мешает из-за урбанизации, это вырубка лесов, это загрязнение. И также даже такие вещи, как санитарные чистки леса, которые уничтожают как хорошие деревья, так и старые трухлявые деревья, которые нужны птицам, чтобы создавать дупло. Мы помогаем птицам адаптироваться к человеческому обитанию на их территориях. На сегодняшней акции мы развешиваем синичники для того, чтобы птицы-дуплогнёзники, которые лишаются своих естественных ниш обитания, могли проживать в них. У нас будут наблюдения, учёт заселившихся птиц, вылупленных птенцов, отложенных яиц, и также кольцевание птиц мы проводим. Участвуют наши студенты, первый-пятый курс и три школы, 134, 41, 53. Я их не уговаривала, просто предложила, сказала, что организуется такая акция. Фельмонэкопарк помог нам в её организации, они с удовольствием приехали. Фельмонэкопарк Теперь спасибо, мы будем их дальше проводить. Я очень люблю этот парк, и очень многие согласились сюда поехать в субботу утром, даже просто потому, что все очень любят этот парк. Редактор субботров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова